Привет народ, с вами Алекс и мы продолжаем играть в BeamNG Drive. Сегодня у нас будет весьма интересная серия, у нас сегодня будут естественно лобовушки, старые добрые на старой доброй карте, в общем все старое доброе. Итак, что у нас еще сегодня будет? У нас сегодня будет пропан, естественно тоже старый добрый пропан. У нас с другой стороны пока что стоит газелька и еще один пропан. В общем, как у нас сегодня будет использоваться пропан? Будем имитировать тачки с ГБО. Как-то так я решил сегодня сделать. Будем ставить, ну я не знаю, будем не вперед ложить, а куда-то назад, потому что сзади может он выпасть, ну поэтому где-то в центре тачки буду кидать наш пропан. Главное, чтобы он хоть как-то держался. В газель, конечно, я не знаю, обычно газельки любят кататься на метане, и баллоны расположены или здесь, вот сюда вот выпирая, или же вот так вот пропановые баллоны. Ой, понял. Сейчас пролетим до газельки. Закину этот пропанчик, естественно, в газельку. Газелька у нас хрен знает где находится. Слушайте, она хоть в этой стороне, нет? И дрить-колотить. Где газель? А, я не в ту сторону полетел. Вот это я выдал. Вот сюда, значит, нам нужно. Да, вот наша газелька уже виднеется. Сейчас его здесь отспавню, вот так вот. И теперь закидываем ее в газель. В газель. F7. Лежит? Вроде бы да. Так, значит, мы ставим на газель чейз. Поехала? Отлично. Так, а что у нас по звуку? Звук на соточку. Погнали. Мы на троечке, да? Это у вас какой-нибудь. Хром у нас с стороны. Разгоняется хреново. Скорость, кстати, справа снизу маленькая, миниатюрная. И мы начинаем лететь. Сейчас будет лобовое столкновение. Буду стараться удар такой процентов максимум на 50 влупить. И... Мгновение. Бах! Опа! Пропан рванул в обеих тачках. И просто это хлам. Реально из тачек стал хлам. Можно скорять, потому что от них ничего живого не осталось. Офигеть. Слушайте, а жигуленок-то горит. Так, ну это от пропана деталь. Это тоже от пропана. Газель. Ух ты, блин, бешеная какая. Ну-ка остановись. Газель еще на ходу. Как? Как, черт возьми, она еще осталась на ходу. Я не знаю. У нее, кстати, запаска еще есть. Но... В Газельке мясо. В Жигуленке тоже мясо. Будем менять Жигуленок на другую тачку. Естественно, Газель тоже на другую тачку поменяем. Какая тачка эта будет? Я не знаю. Но хотелось бы ту, в которой может стоять ГБО. То есть, Бентли Кантиталь GT из ГБО. Но это бред. Но мне кажется, есть такие придурки, которые туда бы поставили. Или ставят. Потому что я удивляюсь тому, что катаются люди на крузаках двухсотках, которые стоят по 80-60 штук баксов и ставят ГБО. Но... Блин, если они покупают тачку за эти бабки и ставят туда ГБО, но... Нафига вообще такую тачку тогда покупать? Если вы не можете ее содержать. Так, выбираем что-то интересное. Даже не знаю, что. Лансер вряд ли с ГБОшкой будет. Кстати, ни разу в жизни не видел. Может, бывают. Может, не бывает. Ford Mustang и Shelby Eleanor. Блин, интересная тачка. Но хочется выбрать что-то. Вот, например, ГАЗ-29. 29-я Волга. Заменяем ее. И, естественно, в нее сейчас закинем пропанчик. Естественно, с той стороны... Газельку мы тоже поменяем. А на что поменяем? В принципе... Я даже не знаю, что поставить. Так, 24-я была Волга. О, давайте Гранту поставим. В Гранте по-любому стоит ГБОшка. Миллион процентов. И сейчас, естественно, разложим наши баллончики с пропаном. Куда-нибудь в удобное для наших тачек место. Так, как-то она долго так загружалась. Оп. Ага. Отлично. Ой-ой-ой. Не ту кнопку нажал. То есть она сразу в Гранту. А до этого Волгу пыталась, да? f7. И это тоже в Гранту. Да что ж ты хочешь от меня? Сейчас придется обратно в Волжанку все это дело закинуть. В Волжанке реально будет весело. Слушайте, а можешь ставить одну тачку с ГБО? Так, ну Волги по-любому в багажнике это все лежит. Поэтому постараюсь где-то так же вот здесь это все разместить. И... Ага, это Гранта. Отлично. Ставим чейс. Гранта поехала. Это не Волга. А вот это Волга. Ох, нифига себе Волга валит. Блин, как ее несет. Вообще какая-то жесткая. Не знаю, как ее писать. Да неужели? Мимо что ли? Джей. Надо Волгу восстанавливать. Восстанавливать Гранту. Восстанавливать весь Пропан. И... Джей отпускать. Погнали еще раз. Надеюсь там из Гранты Пропан еще не вывалился. Но сейчас буду как-то более аккуратно. Потому что Гранта ехала как-то неадекватно вообще. Видимо не может как-то нормально заехать сюда. На горбик на этот. И просто касательный удар. Касательный тут вообще даже 25% не было. В Волге Пропан взорвался. На. Просто жесть. Волга в хламину. Летит хрен пойми куда. А Гранта что еще? Она еще поедет куда-то? Ну-ка, ну-ка. Посмотрим. Посмотрим что из этого получится. Я сомневаюсь что она до нас доедет. Но она пытается изо всех сил. Но нет. Она не поворачивает. То есть Гранта у нас в этом испытании выжила. Я предлагаю Гранту пока что ставить. Жмем дизейбл. Гранту восстанавливаем. Это баллон видимо от Гранты. Волгу ставим на место. И меняем Волгу на другую тачку. Другая тачка что у нас будет? Давайте поставим 525 старенькую. На ней тоже может быть ГПОшка. Она старенькая. Катается. Покупает по дешевке. Хотят экономить. Запчасти оригинальные не ставят. Естественно нужны бабки. Отлично. Вообще стало как. Будто тут и было. Ну конечно Гранта сейчас особенно опасная стала. Потому что у него баллон просто с крыши торчит. Но мне кажется что Беха должна показать класс. Хотя у Гранта явно будет краш-тест в реальной жизни получше. Где она вообще есть? Она едет? Мы же посмотрим что из этого получится. И удар просто у нас сейчас будет лобовой. Лобовой удар. Скорость моя 127 км в час. И две тачки взрываются. Двери поотлетали кстати целые. В идеальном состоянии. Я думал Гранта сейчас еще газовать будет. Так давайте Гранту отключим. Что по Гранте? Но фарш. Это фарш. Я надеюсь никто не рассаживался. Беха... Боже. Она стала здоровая такая. Расплюснутая. Двигателя вообще нет. А нет есть. Двигатель целый. Никуда не улетел. Так. Баллончики потом остановим. Тогда меняем Гранту на другую тачку. Давайте это будет Аудио 8. Спорт, сток. И поменяем сейчас Беху на что-нибудь еще. А что у нас вместо Бехи будет? Не знаю. Почему вот с этой стороны тачки пацаны как-то долго меняются. Или тачки тяжелые. Она хоть ездит вообще? Ездит отлично. Посмотрим его обратно. И естественно... Естественно... Что я нажал? Не то нажал. Ctrl-E нужно было нажать. И поменяем естественно Беху нашу на что-нибудь интересное. Chevrolet Tahoe. В принципе интересный вариант. Что у нас их два? Или это был Suburban? Видимо сейчас камера будет очень далеко. Да. Но мы тогда поедем с лица Гранты. Ой, Гранты. Боже. Аудио 8. Так, отлично. ГБОшка в принципе в таких тачках в нашей стране ставят. В нашей стране ГБО ставят черт возьми везде. Так. Ну судя по тому, что камера очень далеко. Это наш Тахо. Я кстати даже не проверил он вообще на ходу или нет. Боже. У нас слушайте ГБО. Мне кажется оно сейчас вылетит к чертям. Из салона я вообще не вижу. Где там этот Тахо? Но я не знаю. Тахо рамный. Аудио 8 точно не рамный. Куда он вообще едет? Удар сейчас будет очень жесткий. Я предлагаю измедление сделать на 100%. Потому что фарш будет максимальное чувство. И момент стыковки. Так. В Тахо ГБОшка рванула. А наш баллон полетел дальше. И по-моему. Аудюшки досталось не так уж и сильно. По сравнению с Тахо. Охренеть. Просто охренеть. Посмотрите что творится. Пламя. Клубы пламени. Или клубы дыма вообще правильно. Наша Ауди горит. Ага. Уже потухла. Тахо просто в шоке. Я представляю. Представляю. Предлагаю. Его восстановить обратно. Потому что она чувствует себя неадекватно. Сразу поменяем на другую тачку. Потом посмотрим на нашу Аудюшку. Поставим наверное Ешку. Пятисотку. Какую-то черную. Реплейс. И сейчас посмотрим на нашу вторую тачку. Которая Ауди А8. Так. Ты ездишь? Ездишь. Отлично. Аудюшка. Это вообще Ауди нет? Как-то у нас. Сбоку камера. А вот. Вот это Ауди. Ну. В принципе. Задний ряд. Еще более живой остался. Посмотрите. Там даже сиденье просто целое. Они даже геометрию своего не потеряли. Даже двери. Задняя геометрия 100%. Конечно крыша стрельнула. Ну а так. Ужопа в принципе целая. Аудюшка. Очень хорошо держалась. Мне понравилось. Восстанавливаем наш пропан. Восстанавливаем называется. А я-то. Ауди не поменял на другую тачку. Ауди надо поменять. На что-нибудь другое. Надеюсь это я сейчас не пропан меняю. И мы вместо Ауди поставим. А есть у нас какой-то УАЗик интересный? Или нет? УАЗик. КамАЗ Пепси. Блин. Но с ним игра вылетит. Я поставил бы КамАЗ Пепси. Это вообще дикая тачка. Так. Ну этот старый Мерс я не хочу ставить. Альмера. О, Кадет. Давайте Кадет поставим. Альмера кстати бешеная здесь в игре. Ну-ка, пропан здесь же останется в ней или нет? Ха. Почти остался. Так, Ф8 закидываем в салончик. В салончик я сказал. О, отлично. Ну слушайте, ну тачка так аж присела. А, так это... Что-то у Мерседеса уже стекла посыпались. Мы жмем Чейз. По-моему мы потеряли баллон с пропаном один. Разгоняемся на нашем апельке. У него глушак просто практически об землю трется. Блин, так ведет по этой хреновине? Где Мерс? Так, Мерс едет по центру. Давайте мы как-то сюда перестроимся. И удар сейчас будет процентов на 50 от силы. И этот удар будет фатальным. Нет, даже меньше чем 50. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это жесть какая-то. Так, давайте переключимся на эту тачку с Чейзом. Блин, Мерседес дичайший вообще. Но, что-то вообще за тачка была. Я забыл, что тут за тачка была, но... А, Кадет. Боже. Его реально не узнать. Так, пропанчик пока что не трогаем. Это Мерс. Нет, это не Мерс. Вот это Мерс. Мерс в принципе, с учетом того, что у него в багажнике был баллон пропана, он еще остался на ходу. Причем на практически уверенном ходу. Мерс сдержал этот ядерный удар. Так, значит, меняем Мерс на что-нибудь другое. Что-нибудь более интересное. Это будет, наверное, победа. Сток. Меняем Мерс на победу. И, естественно, сейчас поменяем Кадет на что-нибудь другое и не менее интересное. Что это у нас будет? Угадываем, угадываем. Я сейчас сам еще не знаю. И... Слушайте, почему бы не вектора? 2001 год. Это вектора B, наверное. 2.2, 2.6. Вау. Замена. Сейчас поедем на векторе. Победа, надеюсь, ездит. Слушайте, неплохо выглядит. Так, пропанчик. В вектор нужно его запихать. Это, кстати, реально красивая вектор. Потому что вот у него очень круто с капота зеркала идут. И этот пропан мы тоже восстанавливаем. В победе он, кстати, улегся просто шикарно. Я надеюсь, он никуда не выпадет. И мы запускаем нашу победу. Победа на ходу. Отлично. Вектор что-то еле-еле трогается. Но выглядит неплохо. Погнали, вектора. Что ты нам покажешь? Боже, баллон прям между сидениями передними, походу, там лежит. Сейчас будет жесть. Скорость 110 уже. Победа куда-то едет в другую сторону. 120. Удар сейчас будет вообще процентов... И не знаю сколько. Под 50, да, наверное, под 50. Даже 40. Но удар будет просто смертельный. Все. Столкновение пошло. И пропан рванул вдруг на двух тачках. На. Просто... Жесть. Такое ощущение, с виду, будто взрывов было несколько. Вектора улетела просто в космос. А от нее живого места вообще не осталось. Так, это пропан остатки. Победа тоже в мясо. Осталось одно переднее правое крыло целое. Все остальное в хлам. Народ, надеюсь вам понравилась эта серия. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки есть в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok